Если вы приобретете... Так, так, Валентина Литвинюк, не хулигань! А ну-ка, выключай микрофоны. Так, вас слышит весь мир, всех детей ваших, всё. Отключайте, дорогие, ну это ж культура поведения. Вот как быть с вами? Будем удалять. Что с телефоном? Там есть значок вниз, опустите, там есть значки. Значок видео, значок аудио. Найдите пальчиком, ткните на аудио и всё. И он уйдёт. Или смотрите нас в фейсбуке, или ютубе, есть две трансляции. Вы сдержите весь эфир своим письмом. Ой-вей. Что делать? Как быть? Что будем делать? О, нету, молодец. Оказывается, можем, когда хотим. Хорошо, хорошо. У нас было несколько дней, несколько ночей, чтобы прийти в себя после субботнего служения. В субботу всегда мы заряжаемся силой, особой энергетикой. Субботнее собрание не сравнить ни с каким собранием, почему? Потому что у нас дополнение музыка, много музыки, много поклонения. И в эту субботу мы так на минимуме клавиша и голос и всё. И получилось очень кошерно, очень так приятно. Ну и мне понравилось тоже. И Всевышний участвовал, и ангелы участвовали с нами в поклонении. И это ощущается. И люди пишут в комментариях, то духовные люди, что было очень хорошо. И мы воскресный день провели как семейный день с нашими детками, внуками, внучками, у кого кто есть, кто один с Богом Всевышним проводил целый день, взирая на небесного Отца. И скажу вам, что с ним абсолютно не скучно. Вот когда он приходит, он заполняет всё пространство. Когда его нет, тогда беда. А вот тогда, да, депрессняк начинается. И разные вещи. Вот одна женщина просила молиться. Сын слышит голоса какие-то потусторонние, не с неба. И у него это уже было. Потом там молились в церкви. Ушло. А потом опять вернулось. И очень так остро, что она как мать очень расстроенная написала. И мне Святой Дух дал, что ей сделать с сыном. И сегодня утром комментарий получаю, что даже вот мы не молились по телефону, просто переписывались. И она сделала всё, такая молодец, послушная оказалась. И говорит, что всё, спали спокойно, голосов нет. Поэтому, если нужна консультация, пожалуйста, я в вашем распоряжении по воле Всевышнего. Если я вам не отвечаю или пишу, как вам кажется, что-то несуразное, не в тему, то удалите меня, не слушайте. Значит, я вам не нужен. Ну, а если вы понимаете, что это в тему, это ответы Всевышнего, это контакт с небом через такого человека, вот Божьего, то, пожалуйста, будем общаться. Сегодня мы говорили уже небольшой анонс. Почему-то он обрезанный получился. Ну, я старался, будем налаживать. Ещё нужны финансы, ещё нужны гаджеты. Мы докупим лучшую аппаратуру 2018 года. Потому что сейчас уже выпущены новые аппараты с искусственным интеллектом, которые сами понимают, что тебе надо. И они очень хорошо, качественно эти телефоны работают для записи. У меня один такой есть, но он уже устарел. Я показал ребятам, они говорят, всё это уже прошлый год. Поэтому нужно купить с сегодняшнего года. Модель стоит примерно 400 евро. И мы, я думаю, соберём. Соберём, чтобы купить телефончик с хорошим искусственным интеллектом для того, чтобы трансляция была в лучшем качестве. Ещё лучше. Потому что каждый месяц, каждый день сидят эти кремниевые долины, гении по 100 тысяч человек, которым Всевышний дал ведение, как создавать наилучшие приборы, носители для трансляции Слова Божьего по всему лицу Земли. Это Божий план. И мы должны использовать, как мудрые строители, все материалы. Материалы, которые самые лучшие для Дома Божьего. Так как мы работаем на вас 24 часа, то поработайте вы на нас своими пожертвованиями, поддержкой. Пожалуйста, пишите в личке, я вам дам контакты, куда что направлять. И мы обновим нашу технику, и у нас будет ещё лучше всё. И так мы HD уже. Вот YouTube, смотрите, HD. Самое лучшее качество изображения. И, конечно, вот один из YouTube, это Гора Ци Йон. Эта трансляция идёт в самом наилучшем изображении. То есть лучше ещё человечество не придумало. Вот в Инстаграме я пока не умею. Фронтальная камера намного лучше, чем вот эта, что сейчас вы смотрите. И если мы используем фронтальную, я научусь, конечно. Конечно, то будет также HD. То есть наилучшее качественное изображение. Но так как вы смотрите, видите дедушку престарелого, который с вами разговаривает, то может вам изображение не так важно, как звук. А звук идёт вот, допустим, на YouTube, Rebe Music 3 канал. Там вот через этот микрофончик, видите, примитивный, обыкновенный микрофон. Но есть микрофоны вот такие там, я уже заглядываюсь на них. Студийные микрофоны. Мы уже заказали, у нас будет задник. И будет такая небольшая студия. Вещание онлайн. Это наши технические новости. Они важны, потому что вы потребляете продукт. А мы вам даём с нашим Всевышним Богом, с нашими шпахой, с нашими партнёрами, всеми, мы даём вам продукцию. Она, конечно, должна быть не только духовно высокого качества, но и оформлена красиво. Вот, спасибо Богу, он дал мне квартиру, вы видите, за моей спиной. Это новая абсолютно после капитального ремонта хрущёвка обыкновенная. И вот в этой хрущёвке Господь дал нам такую мини-студию, которую мы можем транслировать ежедневно, ежедневно, и записывать качественные записи. У нас есть уже более 50 тысяч просмотров в Ютубе. Поэтому хочется, чтобы оно было действительно соответствующее времени. Слово очень мощное. Получаем прямо, напрямую. И я уже говорил сегодня в анонсе о служении пророка. Специфика. Специфика служения пророка – это накапливать информацию. Вот у меня информация идёт через меня, как через электрический провод, бесперестанно. Постоянно идёт информация. Есть информация душевного уровня, информационного уровня, просто чисто, как говорят люди, ну, просто знания. А есть сверхъестественная информация из потустороннего мира, прямая связь с престолом Всевышнего, где Всевышний даёт свой глаз. И вот сегодня он дал свой глаз. Просить нужно вовремя. Просить нужно вовремя. Мы должны научиться не только просить. Одной девушке написала, она говорит, я хочу, так хочу, больше, больше. Я ей пишу, просите, и дано будет вам. Она говорит, не хочу просить, я жажду. Ну, я ей пишу, иди к источнику и пей. Так всё, как написано, должно быть у нас. Если мы просим, нужно просить правильно, тогда ваше прошение будет качественным. Вы получите, как качественное узнать? Вы получаете ответы на свои молитвы. И у меня в течение моего 40-летнего стажа христианского, я знаю, что вещи, которые я просил в 1978 году, только в 2018 я начинаю видеть, что они такие есть, и они такие существуют, и я к ним иду. Есть вещи, которые я прошу 40 лет, и 40 лет мне понадобилось, чтобы понимать, где они находятся, как их достигать, и когда это будет. Мы хотим очень много разных вещей. И, конечно, слепые хотят увидеть, инвалиды встать из колясок, парализованные покинуть свои кровати. Но нету, нету ответа. Значит, есть какие-то сбои в наших принципиально важных молитвенных аспектах. И вот Всевышний проговорил, просите во время, просите во время, во время, во время свое. Мудрость Божия через шломо проговорила всему свое время. Время, это очень важный фактор. Время, это фактор. Это не цель, и это не что-то, что нами управляет. Все боится времени, времени, а время боится пирамид, так сказал один умный. Но нет, время, это отрезок пути в пространстве физического мира, которое мы, Ешируны, Бога Святого, Коэны, священники, должны протечь, пройти. И как мы проживаем ежедневно, так и накапливается определенный уровень силы. Если мы в пустую проводим время, или мы попросили, получили и остановились в своих просьбах, происходит то, что произошло в Матфея 25 главе. В Матфея 25 главе произошла катастрофа для пяти благочестивых, верных, чистых, хороших девушек. Очень хороших. Очень благочестивых. Очень святых. Очень даже таких, ну, примерных христианок. Сегодня их много. Они с вами приходят на ваши воскресные субботние собрания, сидят на лавочке рядом с вами. Что же случилось с этими благочестивыми девушками? Девушками. Так, в Ютубе просят звука больше. Как сейчас? Вот я буду так говорить. Лучше стало? Напишите, лучше или хуже? Почему? Почему? Почему то? И если у вас плохой звук на Ютубе, перейдите на страничку, в поиски введите гора ци-йон. ци-и-и краткое о-н. Гора ци-йон, там суперзвук, суперизображение. Или в фейсбуке ребби-юзык Саша Иванов. Он же. У нас много имен, как у Всевышнего. Потому что у него много имен. Так, сейчас, секундочку. Просить нужно вовремя. Вовремя. Хорошо. И мы читаем 25-ю главу. Все, я не буду отвлекаться на звук. Как есть, так есть. Уже, как говорится, держите, что имеете. Дабы кто не восхитил вашего венца. В тот день Царство Небесное скажите, в тот день. Вот в тот день мы к этому дню идем. Через несколько дней Новый год, но это еще не тот день. А тот день это день, ведомый Отцу только, в который в одну секунду все изменится, поменяется вся Вселенная. Вдруг, во мгновение ока. И вот в тот день Царство Небесное будет подобно десяти девицам, девственницам, незамужним девушкам, которые взяли лампы и отправились навстречу жениху. Пять из них были умны, скажите, умны, умны, гляньте в зеркало, похожи вы на них, умны. И пять других были глупы, ну или глупы, просто глупы, просто хорошие христианки, но тупые, хорошие, благочестивые, жертвенные, набожные, ни одно собрание не пропустили, все десятины приносят, Библию каждый день читают, но глупы, ну что делать? В чем была глупость? Глупость была именно понимание прошения, понимание молитвенной жизни. У них была неправильная молитвенная жизнь, неправильное отношение к молитве и к благословениям. И вот эта притча для тех, кто сегодня не умеет молиться, не знает, как просить, и не понимает время, что просить нужно вовремя, вовремя. Пять были умные, они это понимали, хорошие, благочестивые сестры, которые понимали, как, когда и сколько просить. Опять не понимали, не изучали. Тутеньки, ой, ой, кричите. Так, что всем тихо? Тихо. Ну вот, видите, надо покупать новые гаджеты, потому что компьютер не тянет все, ну не тянет, он бедолага, на нем столько всего, что... Его надо разгрузить, пожалуйста, давайте соберем деньги, купим новые телефоны, разгрузим компьютер. Тогда будет и звук у вас хороший, и все, все, все. Ну-ка, сейчас лучше, хуже? В скайпе напишите. Тихо. Идите на фейсбук, дорогие, ну, готовьтесь к гонениям, вдруг скайпа нас выгонят, ну, что делать? И мы перейдем тогда на этот самый, на на фейсбук, что будет доступно, на том будем транслировать. Ну, давайте так, хорошо. Хорошо. Ничего не могу, ничем помочь. Тормозим, да, из-за этого? Глупые, потому что еще. Ваше величество. Ой-вэй, кричите. Ой-вэй. И вот умные же вместе с лампами взяли и масло в кувшинчиках. То есть там хватало на еще дозаправочку. Вот заправочка была, светильник горел у всех, но они взяли, а вдруг еще задержится, а вдруг еще какие-то опоздания будут. И я тогда долью маслечко и пережду всю эту длинную ночь. Жених действительно задержался. Девочки захотели спать и уснули, но в полночь раздался крик. Эй, жених приближается, идите встречать. Эй, эй, жених приближается, идите встречать. Идите встречать. В тот же миг все девушки встали, засветили свои лампы, поправили светильники. Но глупые сказали умным, дайте нам немного масла, наши лампы догорают, догорают. Что ж ты раньше думала? А вдруг ночь продлится, а вдруг время протянется, надо было брать масло сразу. А в ответ умные сказали, мы не дадим вам ничего, ибо ничего не останется ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам, купите у них масло для ваших ламп. Пока те ходили за маслом, прибыл жених, и те девушки, которые были готовы, пошли на свадебный пир вместе с ним, двери же закрылись и заперли. Заперли. Наконец пришли остальные девушки и сказали, ду-ду-ду-ду-ду, господин, господин, аду-най, аду-най, отвори дверь и впусти нас. Но он сказал им в ответ, истинно говорю, я не знаю вас. Так бодрствуйте, ибо неизвестен вам ни день, ни час возвращения сына человеческого. ой, вы кричите. Да, нам неизвестна эта секунда, это мгновение ока мы не знаем, но год уже знаем, день знаем, примерно, примерно, ну, так думаем, что знаем. Но важно, что знать, что запас масла нужен. если не будет запаса масла бесполезно тебе было ждать 40 лет возвращение машеха айвай кричите женя я сделал как ты пишешь но микрофон не супер чувствительный он такой простой поэтому ваши тоже гаджеты надо отрегулировать и динамики хорошие колоночки и аудиокарту настроить там и так далее видите во всем мы должны готовиться мы должны во время все делать делать все правильно нам нужна мудрость девушки глупые просили им никто ничего не дал девушки мудрые ни у кого ничего не просили но были готовы и вошли поэтому не уподобьтесь глупцам глупым христианам которые на что-то надеются призрачное мистическое и прибывают такой ложной эйфории не имея запаса важных элементов для встречи жениха шломо просил и получил мама шломо версавия просила царство для сына и получила самуила пророка сына видите как важно попросить вовремя женщина страдавшая кровотечениями просила всех врачей всех специалистов всех профессоров обошла всю элиту потратила все свое большое имя и не получила исцеление но сказала сама в себе еще раз попрошу даже без слов просто коснусь края его одежды и если он настоящий пророк а я верю что он настоящий пророк то я в тот час же как коснусь его и нашла и так и мы мы просим мы про матфея 7 глава просите это учение машеха это учение того кто знает как надо просить просите и воздастся вам 7 глава 7 стих ищите найдете стучитесь и дверь отворится перед вами кто просит сейчас получит поздно будет просить после вознесения церкви когда церковь вознесется просить будет поздно всем абсолютно без исключения хоть ты папа римский епископ святой на святейший профукал прогулял стрекоза попрыгунья пропела ёвэль лето красное шмету последнюю все оглянуться не успела уже антихрист во дворе уже по телеку транслирует антихриста уже чипизация пошла полный рост уже искусственный интеллект живая тебе мозги на лбу это вход в мозги человека чтобы управлять через мозг всей сущностью человеческой и это будет уже страна зомби которая если не выполняет приказание этот чип взрывается и мозги вылетают через уши айвэй не захотели вовремя получите по полной программе будет по полной программе кричите вайвэй мама дорогая что же делать просите вовремя просите сейчас когда можно найти его призывайте когда близко оставьте свой нечестивый путь хватит уже жрать свинину хватит нарушать закон хватит попирать ногами субботу хватит топтать уже слово божие и испытывать терпение всевышнего хватит хватит пиво с раками хватит айвэй айвэй кричит айвэй просить нужно вовремя потому что тогда будет вам дано у меня есть списки моих просьб я знаю что мне надо для строительства и я прошу пишу заявки в небесную канцелярию и говорю мне нужны гаджеты вот сейчас мне нужны новые телефоны восемнадцатого года никаких айфонов никогда не признаю и не признаю никаких айфонов не надо это все искушение у меня есть хороший богом помазанная фирма китайская которая делает сегодня шаги в электронике которые мертвый вождь айфона даже не предполагал это уже сегодня существует это уже действует господь дает знание людям для себя для своего царства и я прошу у него дай мне отец я пошел проконсультировался меня мальчик все рассказал показал включил я спросил его если бы выбирать вот из этих трех какой вот из этих двух там примерно по одной цене он ведь я бы этот выбрал ему почему он мне все рассказал и я прошу именно эту модель мне нужна вот эта модель и вот за такую сумму мне и отдадут мне нужно внести в их кассу эквивалент этой модели обмен сделать у меня пока этого эквивалента нет но я прошу всевышнего о людях у которых есть возможность помочь я прошу во время сейчас потому что мне нужно сейчас я прошу машину мне спрашивают когда ты поедешь в европу ну первое прошу людей подготовленных в европе пока их нету когда они появятся люди которые могут нас принять в доме которых мы можем проводить наши собрания проводить трансляции люди которые выделят выделенные богом повезут покажут мы поедем помолимся посмотрим послушаем по пророчествуем послужим это наша жизнь это моя жизнь и транспорт нужен чтобы мы не зависели от поездов и самолетов сели пересекли границу поехали да когда-то мы будем летать да ну прежде надо раскочегарить паровоз надо раскочегарить тело тело нуждается в огне тело нуждается в силе тело нуждается в таких разрядах небесного электрической электрошокере потому что шок шок нужен шок по-другому они не поймут что просить надо вовремя сейчас не спать не спать не пропустить эти два с половиной года не оказаться опоздавшими вы сегодня надо мной смеетесь через два с половиной года вы будете плакать потому что бог посылает к вам пророков бог посылает к вам апостолов они вам говорят они стучат они трубят они долбят как дятел гнилое дерево что жуки все с вас вылетают айвэй шломо просил мудрости еще говорит просите ибо иначе вам не будет дано просите и воздастся вам и ищите и найдете стучитесь и дверь откроется перед вами вот я стучу сейчас стучу я знаю что дверь уже скрипит уже уже сдается кто-то и говорит да перечислю я тебя 400 евро дедушка купи аджет и служи богу всевышнего летишь и мне зачтется вечности конечно зачтется дорогой стакан воды поддашь то зачтется а тем более если ты 400 евро да конечно зачтется конечно зачтется потому что эта сумма большая солидно это не нищему что вы подаете это вы поддерживаете программу спасения человечества через царя всех царей бога всех богов и его служителей кричите айвэй кто понимает просите и дано будет вам и вам будет дано что вы тратите имение на каких-то врачей профессору придите мы помолимся потратьте на царство посмотрите вдруг всевышнему захочется вас исцелить и вы получите свое бесплатное чудо и захотите с нами дальше двигаться дружить что мы движемся в определенном направлении у нас есть цель цель это встреча царя царей встреча подготовка к пришествию второму пришествии шоама шеха его возвращению когда он заберет свою церковь и всех своих ешурунов шейфтимов коэнов на небеса там и отпразднуем свадьбу и когда мы кончим праздновать вернемся на обновленную землю на тысячу лет и тысячу лет будем царствовать в новом теле это так интересно это же также замечать это так хочется вы спросите где доказательства а доказательства на лицо вот они это гарантия это гарантия это гарантийный талон все тут гарантии что тут отвечает он за каждое слово ой вы кричите и в этом слове которое сегодня звучит есть очень такие скрытые важные мотивы почему же мы просим и не получаем почему же я молюсь я молюсь я жертвую жертву и ничего не получается ай-яй-яй-яй-яй вам нужен иаков срочно выписывает доктор вам читайте послание я ково первая глава первая вторая третья четвертая пятое ух мощное послание я кого и яков пишет самой самой первой главе самым 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 начале он пишет что если тебе не достает мудрости если кому-то из вас не достает мудрости пусть попросит у всевышнего который всем дает щедро щедро в отличие от людей он намного более щедрый моя щедрость никогда его не превзойдет я щедро я не все раздаю мне жена что нельзя ничего давать все подарю раздам да ну но я никогда не превзойду и не даже и мысли нет об этом говорить но он он действительно щедрый еще сказал никто не благ как только один всевышний никто не благ из людей вообще вы не найдете добрых людей мы все злые мы все ужасные мы все порочные но мы меняемся мы меняемся у нас есть еще время для изменений кричите и вот какое изменение первое недостаток мудрости надо осознать недостаток мудрости нужно получить откровение что ты тупой вот надо получить наступить на грабли получить граблями по лбу или натереть ложечкой вот здесь под глазом мозоль пока тебе не скажешь и чай надо пить без ложечки вытаскивай ложечку когда пьешь чай что-то должно произойти чтобы пришла мудрость я почти каждый день осознаю вижу свою глупость столько глупости делающих страшно становится и поэтому я кричу денно и нощно мудрости дай не отступлю тебя не отпущу пока не дашь мне не достает я погибну без мудрости опять очередную глупость опять залезу куда-то опять с кем кому-то доверюсь доверюсь ой-вэй 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 потом опять страдаю из этого доверия поэтому он всех от меня удаляет удаляет не надо тебе лишние люди общение не надо тебе хватит общения со мной как адам он общался напрямую с богом а его нет и вот еве надо было еще кто-то и тут появился собеседник умный и умный собеседник ей навешивал лапши такой что мама дорогая кричите поэтому не достает давайте осознавать мы на самом деле глупые уже сейчас я это понимаю не тогда когда масло не хватило а сейчас на старте еще пока есть время поэтому допросит у всевышнего допросит у всевышнего который всем дает щедро 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 без попреков без всяких упреков он не слева тебе не дам вот этому дам он хорошая ты плохой не щедро всем шоте цену мудрости папа ну открывай ротик кушай кушай свиток кушай книгу пророка и шая о том мудрости кушай книгу его кушай кушай мудрость моя заложено немереная кушай притчи соломона кушай сынок кушай кушай экклесиаста закуси экклесиастом а теперь иди в евангелие от матфея и читай 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 пока не наполнишься божественной премудростью потому что вот она премудрость а вот она она зовет на площадях она повсюду она в твоем доме в этой книге и надо читать и приобретать читать и приобретать это не то что тебя по голове милиционер дубиной дал и ты поумнел нет хотя это тоже влияет иногда иногда надо по голове чем-то дать чтобы человек понял что у него дурная голова ногам покоя не дает и ноги плачут говорят всевышний что-то делает голова дурная мы уже измучив уже синие стали он нас так эксплуатирует что у нас там живого места на ногах нету просите отец даст щедро без попреков будет вам дано но просите с верой с верой с верой вера 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 просите с верой и без сомнений без сомнений без сомнений ну недельные главы и пожалуйста не навязывайте не надо слушайте к кому открыто слушайте дух святой всегда работает не так как люди думают иудеи создали свою систему изучения тары годами изучают веры 0 0 приходят испытания они не готовы не надо нам навязывать их правила это их правило это не всевышний постановил постановление всевышнего словом исходящим из уст сегодня вот слова его кушайте и вам будет хорошо из уст всевышнего которое он передает через апостола ваших и пророка ваших они через раввинов которые там пьют курят и по бабам ходят не надо вам такая школа не нужны они вам все забудьте они вас в кабалу заведут хай вы кричите это ну такая мода пошла тенденция обожествить евреев обожествить раввинов если он с пейсами и в черной одежде но святой да ничего подобного грешники дучи ват святой это еще ага мащех мащех наш первосвященник коген гадоль всего вот он святой других авторитетов да не будет у вас никогда апостолы это сослужители как павел и я ничто и я вы я ничто можете меня выключить очень легко это сделать удаляйте из друзей меня подальше держитесь от меня потому что я вас не буду вести в религию никаком виде ни в каком виде я глаз вопиющего все вот это вы услышите вот это вас накормит отец свежим хлебом сходящих из уст божьих я единственное что делаю храню себя в чистоте и все наполнение от него идет поэтому просите с верой 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 и без сомнений ведь тот кто сомневается подобен морской волне которую ветер гонит и швыряет из стороны сторону и стороны стороны вот христиане есть стороны стороны в сторону сегодня он шаповала завтра глядя я потом ледяев устарел ульф-экман нет нет не одеться да это как будто а вот это а сейчас новый появился а сейчас вот это и что ты сколько можно тебе колебаться найди свою скалу и стань на нее и стой а я знаю искупитель мой жив и все а я знаю я уверовал и поздно если не читал псалом где давид говорит господи ты меня сделал как скала я задавил всех я представлю что вот идет давид наступление до войска давида у него небольшая была армия 700 человек и он идет в атаку и десятки тысяч просто бегут потому что такое впечатление что на них упала скала вот если на вас скала упадет когда-нибудь вы мне ничего не расскажете только после того как я к вам приду на небеса скала если падает она просто убивает всех и поэтому давид шел как скала бббмс открыта почему давид там прошел и он говорит я сделаю из тебя симон сын и он и и он и сын и он и я сделаю из тебя скалу ты будешь камень кефа и врата до тебя не одолеют но если ты упадешь на эти врата ада то откроешь дорогу из ада ешуа распечатал от еще вывел из преисподней души и так и мы будем делать у нас еще много работы впереди очень много и работа специфическая у пророков очень серьезная специфическая работа поэтому не надо нам никаких этих вот имен человеческих пожалуйста только одно имя только одно имя только его слово только его книга да не отходит от уст твоих получайся мне день и ночь день и ночь день и ночь и всю книгу все 70 книг библии 70 70 и если человек понимает это у него возрастает вера с годами и он начинает уже просить не так как просил прежде если он начинает просить то ему дано сто процентов будет потому что он обучен через через книгу через учение через святого духа рога кодэш через первосвященника коген гадоль обучен всей мудрости божией она называется премудрость это мудрость превосходящей форме премудрость или в украине говорится колы мудрость премудрость о мама дорогая я сам себя боюсь иногда так прошу вообще я помню сны свои когда я сидел за столом меня обучали такие сияющие светлые старцы и я понимал что я буду обучаем не людьми поэтому я не обучаем и людьми я очень люблю всех авторитетов мне очень нравится все телепроповедницы и телепроповедники те кто с микрофоном бегает по сцене и те кто там призывает очень умело умело подбирает слова но я человек простой простой у меня нет образования библейского у меня образование за столом со старцами сидел с небесными и сижу до сих пор и вот они мне подсказывают а я вам рассказываю в простоте и веселье сердца это вот так происходит наше обучение и люди которые простые смиренные им хорошо потому что они видят как в их дух засыпается щедро 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 такие порции щедро и знаете ложка я такая у отца хорошая он зачерпнул и тебе в тарелку щедро 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 сверху мерой полной утрясенной нагнетенной переполненной в твое лона то есть твой дух вот в твоем духе сейчас происходит насыщение насыщение мудростью но если ты двоедушный если ты колеблющийся если ты не твердый ты еще не как скала если ты сомневающийся то тебе мое слово даже не надейся получить что-то от нас ничего не получишь не получишь не дам тебе масло самому не хватает но иди проси проси пока есть время услышь это слово потому что времени скоро не будет скоро будет война скоро будут бомбежки скоро будут звезды падать на землю скоро будут землетрясения таких которых уровня еще нет такой шкалы вулканы такие мега проснуться шо мама дорогая континенты начнут меняться дрейфовать острова исчезнут ой-вэй попросите юдей в авгей понимание этого она все написано в этой книге все написано попросите понимание он дает щедро без упреков и вам будет дано и вы будете мне ставить лайки только молодец молодец точно и я это так думаю и я того же мнение но пусть просит с верой вот что важно с верой вера 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 ключевое слово праведник сегодняшний циткейну живет верой верой и пусть вас никто не смутит ни раввины не хасиды вумани не вот эти нашествие с пейсами стена плача ничего никого не смущает это нас не лимитирует не ограничивает это нас не стимулирует никак нас стимулирует лично всевышний потому что коэн и имеют общение со своим главным священником по имени юд гей в авгей шоа спрашивают кто такой юд гей в авгей шоа это коэн гадоль на веки гаулям первосвященник на веки у него есть чин мелк и седек все выше его авторитета нет для нас нету и поэтому мы напрямую через него приносим жертвы жертвы хвалы жертвы наших молитв благодарение жертвы послушания жертвы смирения это высочайшая жертва айвэй вот мне снился сон сегодня ночью я еще не рассказывал мне приснился дима кривковский юра младше мысль они мне сейчас учет эту неделю уже два раза снили и вот я вижу огромный зал я расскажу может дима кто-то диме расскажет на то дима что-то со мной не общается и юра тоже кстати очень мало слабо очень слабо по духовным вопросам они они юноши они победили лукавого и они сейчас фавори фавори но они юноши а мы уже старцем ближе мы уже не юноши поэтому нас уже обмануть практически невозможно и вот снится огромный зал огромнейший зал и в этом зале так не много людей но он очень большой и на сцене дима нашел какую-то нору и он туда залез я решу это за на равны это я ищу кроличью народ какой-то портал для каких-то там духовных изысканий зал такой древний электричество такое слабое вот горят такие лампочки вот типа как лампочка теслы и вижу как одна искрытый тухнет я иду ее ремонтирую смотрю там все на соплях еще как советских времен какая-то такая старая старые эти пробки все такое со старая и светильники поэтому так слабо горят но я пытаюсь отремонтировать отремонтировал зажег три каких-то лампочки горят и дима ведет собрание я ему перед собранием показал там одну веревочку говорю вот смотри можно будет показать такой пример внутрь это это уже наши с ним личные дела вот и я ухожу там куда-то по каким-то делам возвращаясь один от все учит учит люди сидят его ученики их немного но они есть зале и юра там мой сидит тоже в зале учиться приходят люди ну я там у меня еще вторая часть сна там было там наверно мою боль больше личного и я потом захожу в зал слух дима я юрия вы юра а почему у нас с димой нет взаимопонимания а потом сам же отвечаю потому что нет общения нет общения вот у нас церкви маленькая киевская община 10 человек нет взаимопонимания между людьми вот все жалуются мне ну не все но есть люди жалуются мне вот он такой секунд а этот такой секунд этот взял не отдал этот негодяй а это а это вот это ну зачем вы это делаете вы хотите меня поссорить с этой небольшой группой людей да они не мои я никого не собираю я не пастор никакой церкви не создаю я голос всевышнего все что я могу это послужить репродуктором песнях в молитвах поучить священно действию поучить тому опыту что я имею рассказать что я слышу что я вижу о чем я молюсь и если у нас не будет общение не будет понимания естественно вы будете для меня странный человек а я буду для вас странный человек но общение она предполагает смирение чтобы общаться с кем-либо духовным человеком посмотрите какая была конкуренция в коринфинской церкви одна группировка павловы одна группировка киев и одна группировка ополоса вот три группировки в одной общине и шауль когда пришел из полной премудрости апостол он не был пастора он был апостол и он увидел это плотское христианство и он сказал вы младенцы я даже не могу с вами глубоких вещах разговаривать вы плотские если вы себе избираете человека и говорить его ты слушал сашу шопенгауэра ну конечно я сашу шопенгауэра приютил он у меня отдыхал в квартире я за сашу шопенгауэра пострадал меня из дома выгнал один святой человек кричите вот а саша может об этом даже и не знает но господь то знает просто дело было принципа и я сохранил свое отношение и к тому и к другому одинаково наша перекладинка ровная для меня среди вас нет авторитетов никого и я для вас да не буду авторитетом и скажи момент кто понимает но он вот он для нас авторитет он высочайший авторитет поэтому многие молодые верующие еще дары одна мне новенькая написала а какие у вас дары какие у меня дары я сейчас буду отчитываться а я не знаю какие у меня дары все девять даров девять даров рога куда сколько у моего господа даров столько и у меня а сколько у вас плодов сколько в моем господи виноградной лозе столько и во мне я веточка я соединен с ним одним духом и все мы с ним соединяемся и плодоносим соединяемся и плодоносим соединяемся и плодоносим ой вы кричите поэтому многие молодые особенно верующие ищут каких-то проявлений один мне написал о там семья они золотом покрываются и у них бриллианты падают я пусть собирают помогает бедным но что ему еще напишу я не покрываюсь у меня ничего не падает надо будет покроюсь но я не хочу к себе привлекать внимание еще не покрывался никакой пылью он один раз преобразился этот для трех человек всего он был без вида и величия его били по щекам на него венец одевали его никто не из евреев из евреев религиозных не считал авторитетом наоборот его унижали прогибали топтали попирали а он стал выше всех из унижение поэтому прежде чем мы не унизимся мы не возвысимся это пыль на нее начать эти камни бриллианты чхать это не показатель сколько мы смиренный вот показатель шкала смирения вот показатель шкала смирение смирена мудрия мудрость есть у сатаны мудрость есть и у сатаны но у всевышнего кроме мудрости есть смирение у сатаны него нет у сатаны гордость горды поэтому всевышний противится гордецам и когда молодые верующие да у нас такие дары у нас такая пыль у нас такие молитвы у нас такие все ночи они считают уже хозяевами вселенной и потом они падают один за другим без сил их внимание привлекают энергичные волевые лидеры но мало тех кто ищет дарителя вы ищете даров а я ищу дарителя вы ищете проявление а я ищу того кто проявляет все я в преимуществе почему потому что в этом мудрость отсутствие подлинного смирения перед всевышним я это написал разослал всем приводит ко многим заблуждениям очень много заблуждений из-за отсутствия смирения все одна причина открываем евреям евреям 4 глава потому не давать и якого сначала все таки евреями мы закончим якого 4 глава сейчас то что надо что что служит причиной всех ссор и споров среди вас раз вас споры одолевают у вас есть ненависть кому-то я ополосов я не павлов не признаю павла я павлов не признаю ополоса а я киффин киффин я самого апостола петро избранного сын что служит причиной всех ссор и споров среди вас не ваше ли желание воюющие внутри вас вы желаете но не получаете начинается война внутри вы убиваете и завидуете но так и не можете получить желаемое потому вы спорите ссоритесь они получаете лишь потому что не молитесь или же молитесь но не получаете потому что молитесь с неверными мати få ме мотивами неверные мотивы потакая своим собственным желанием среди верующих имеет хождение ересь которая в угоду чрезмерному индивидуализму алчности охватившим западный мир пытается доказать что бог одобряет эгоистичные молитвы она заверяет и дитя бога он любящий отец который ни в чем не отказывает своим детям поэтому ты можешь просить молитве чем угодно и бог непременно даст тебе это хочешь новую машину дом побольше модную одежду просто проси и это учение искажает дух писаний зарождает тщетные надежды уподобляет молитву магическому заклинанию использована колдунами она также упускает из виду тот факт что по-настоящему любящий отец не дает детям все о чем они просят так как знает лучше их самих что им нужно на самом деле и поступает соответственно настоящий стих опровергает подобную эгоистическую философию выдающую себя за библейское учение ой вы и кричите четвертый стих вы неверные жены не знаете ли что любовь к этому миру есть ненависть всевышнему всякий кто предпочитает быть другом миру делает себя врагом все вышнему или вы полагаете что напрасно сказано в танахе о том что внутри нас руах склонны к зависти но благодать которую он дает больше потому сказано всевышний противится надменным но смиренным дает рахем милость дает милость милость дает дает рахем потому потому подчинитесь всевышнему но подчинитесь всевышнему не надо людям подчиняться не надо все делать что люди вам со сцены говорят но фильтруйте базар как говорят на рынке одесский вот книга вот учебник вот он отвес отвес который покажет кривизны и прямые пути подчинитесь всевышнему более того дайте отпор противнику и он убежит от вас дайте отпор противнику сатану который ходит крадучись словно рычащий левый ща кого поглотить хотя он бог этого мира еще покорил этот мир поэтому если вы должным образом используйте писание и применяете другие доступные методы духовной войны он убегает от вас стих говорит о том же что книга бытие 47 приблизьтесь к всевышнему к личности к личности все вышнему и он всевышний приблизиться к вам вам не нужны вот эти церквушки заблуждениями с массовыми ересями и всякая ерунда вам нужен все вышний больше никто достаточно как адам был создан для всевышнего так и вы вы не созданы для колхоза во главе ленина светлый путь нет если ваша церковь называется светлый путь я туда не пойду никогда это светлый путь никуда это вы так думаете что это светлый путь нет это противник уже вас обманул он уже вас увел вот в эти все коллективизации все все вот это электрифика ленин говорю что советская власть это коллективизация плюс электрификация всей страны умный умный еврейский мальчик что делать приблизьте всевышнему ну все и он приблизится к вам омойте руки грешники очистите сердца люди с двоящимися мыслями здесь инициатива примирения принадлежит нам некоторые других местах писания отводит решающую роль всевышнему как книги плач и время обрати нас адонай к тебе и мы обратимся еханан 316 указывает на равную ответственность обоих сторон бог отдал сына чтобы всякий принявший эту жертву не погиб то есть бог уже отдал отдал а я принял что бог отдал и вот этот обмен на кресте хорошая книга дэрика принца можно почитать обмен на кресте называется это таинство которое произошло и когда оно произошло и шок закричал свершилось все дело закрыто работа сделана и так что нам нужно приближаться к всевышнему и он всевышний приближается в этом случае к нам омывайте руки очищайтесь люди которые с двоящимися мыслями вам вообще категорически это прописано врачом небесным кто взойдет на гору адоная псалом 23 кто станет на святом месте его на горе цион кто но не все тот у кого чистые руки непорочное сердце а люди с двоящимися мыслями неблагонадежно если вы до сих пор не знаете есть бог или нету все еще спрашиваете интересует а бог вообще есть а вы можете за меня помолиться и он чтоб что-нибудь не дал могу помолиться могу не молиться просить я могу но гарантировать нет один пришел к ребику богач и треба если я пожертвую 2 миллиона долларов синагогу это даст мне вечную жизнь в раю ребя задумался лиц и мой я тебе не могу ответить что сто процентов но я тебе предлагаю попробовать давай попробуем иди сюда неси два миллиона потом умрешь узнаем помогло это получить вечную жизнь ой зохин 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 вей стинайте 9 стих 4 глава якова скорбите рыдайте пусть ваш смех обратиться в скорбь и радость ваша в уныние это говорится к двоящимся мыслями это говорится к неблагонадежным для царства это говорится тем кто взял заплух и смотрит назад надо вперед смотреть под ноги что ты пашешь там они назад кто там где пашет и вообще что я забыл еще в этом мире еще не догулял не до это ну иди догуляй может бог даст тебе время вернуться может и не дать это уже не в нашей власти поэтому стенайте такие люди скорбите такие люди рыдайте сейчас сейчас это должно быть пусть ваш смех обратиться в скорбь радость ваша в уныние смирите себя перед всевышним и он вознесет вас все просто легко смирите себя очистите то есть свое сердце осветите свою жизнь освободитесь от всего беззаконного изучайте закон выполняйте закон правила постановление но это совершенно не трудно я вам скажу я вот как-то живу спокойно не надо никаких вот этих вот колебаний не надо вот этих двоящихся мыслей не надо свою плоть уже ублажать хватит плоть ее место на кресте сороспяться надо взять крест и идти за ним братья перестаньте говорить плохо друг о друге и я вас убеждаю хватит друг о друге нет мне не надо ни о ком ничего писать пожалуйста все хорошие мне все нравятся киевские самые лучшие для меня потому что они молодцы они вчера они в субботу так себя показали хорошо я уже думал закрывать киевское собрание а нет нет они зрелые оказывается в них идет процесс я этого не вижу я же не пастор я не лезу в трусы это пастыря везде залазит тому как ты спишь женой а вот я сейчас тебе найду причину проклятий твоих а я найду сейчас дедушку колдуна у тебя в роду такие умные ой вы кричите не позволяйте никому шариться вашу личную жизнь ваша личная жизнь посвящена на алтаре она принадлежит всевышнему вы его собственно все ваше его все какие бесы небеса небеса ни одного небеса небеса манят и ждут меня небеса небеса с каждым днем роднее и ближе небеса за его нового дня я господа грядущего вижу вот что я вижу все не они я не вижу где будут катастрофы я не вижу кто пострадает я не вижу где надо прятаться и поможет ли это человеческая хитрость я вижу небеса они меня манят они меня ждут и я вижу грядущего я говорю маран афа благословен грядущий во имя господи поэтому хватит говорить плохо друг о друге и мне не надо ни о ком говорить и обо мне никого не слушайте сразу удаляйте этих людей всякий кто говорит плохо о своем брате или осуждает его говорит плохо о торе и осуждает тору а если ты осуждаешь тору ты уже не исполнитель того о чем говорит тора а судья однако есть только один даритель торе он же и шайфтим судья всевышний гадоль шайфтим гадоль во власти которого освободить или погубить как ты считаешь кто ты осуждающий своего ближнего вот и подумать и надо смиряться это очень важное предупреждение теперь евреям 4 глава потому давайте будем ужасаться самой возможности того что хотя обещание войти в покой остается в силе любой из вас может быть сочтен недостойным его до маслина ксюша злата айвэй юзы века все кто смотрит сегодня что-то наплыв в фейсбуке 30 человек а в ютюбе 10 наплыв что-то людно сегодня многолюдно не на святой дух уже начинает собирать настоящих до кучи а я нашел свою дорогу а я другим путем пути он пошел ой хорошо быть вместе с богом вместе с богом хорошо тьма на землю наступает в темноте не виден путь сколько грешников блуждает без дороги там и тут сколько грешников блуждает без дороги там и туда я нашел свою дорогу а я другим путем пошел хорошо мазалтов быть вместе с богом с богом вместе с богом богом хорошо 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 поэтому давайте будем ужасаться ужасаться пугаться самые возможности того что хотя обещание войти в покой остается в силе да пожалуйста 144 избранных национ добро пожаловать велкам но любой из вас может быть недостойным поскольку добрая весть была провозглашена нам же как им однако слова услышанные ими не принесли ничего доброго потому что слышавшие их не соединили с верой вот что слова и вера слова и вера слова и вера вместе вместе без двоём с тобой двоём с тобой печали не тая и ты моя любимая тора божия амин это самое лучшее вникает себя и вучение занимаясь этим постоянно так поступая себя спасающий слушающих тебя вот и все ничего нового все это давно уже известно но без веры не угодишь всевышним ему нужны не только слова 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 но и вера в этих словах а вера это означает сила вот слово когда еще оговорил смоковница засохнет да не будет от тебя плодов вовек и он так говорю что смоковница тут же тут же засох поэтому и мы будем говорить так что тут же все будет происходить но к этому мы идем вы увидите такой уровень чудес какого еще земля не знала ух я очень этого жду очень-очень-очень предвкушение мой дух но именно мы поверившие войдем в покой как и он сказал поклялся я в гневе свою что не войдут они в покой мой он поклялся в этом несмотря на то что дела его были очевидны со времени оснований вселенной есть место где говорится о седьмом дне и всевышний отдыхал седьмой день от всех дел своих и в нашем отрывке говорится не войдут они покой мой следовательно поскольку некоторым все еще предстоит войти в него а принявшие добрую весть прежде не вошли он вновь определяет конкретный день сегодня говоря позже через давида выше приведенном отрывке сегодня когда вы услышите голос всевышнего не ожесточите сердце своего ведь если бы его шуа иисус нами дал им покой всевышний не говорил бы впоследствии о другом дне и так для божьего народа остается соблюдение шаббата ой-вэй вот вам правила и постановление нового завета для божьего народа евреям 4 глава 9 стих остается соблюдение шаббата ибо тот кто вошел в божий покой также отдохнул от своих собственных дел как всевышний от своих немножко толкование соблюдение шаббата по-гречески сраба тисмов слово использовано новом завете только в этом месте все пту агинте было специально создана однокоренное греческое слово саба тизейн чтобы перевести древний еврейский глагол шаббат имеющий значение соблюдать шаббат традиционный перевод остается субботний покой сводит к минимуму аспект соблюдения отводит божьему народу абсолютно пассивную роль христиане часто полагают что новый завет не требует от божьего народа соблюдения шаббата и далее заявляют что воскресенье заменила субботу в качестве церковного дня поклонения однако данный отрывок особенности к девятый показывает что от верующих по-прежнему ожидается соблюдение шаббата колоссянок 2 16 говорится о том что шаббат был тенью будущего а сущность всего машинах и мы узнаем что суть соблюдения шаббата для верующих это не скрупулезное следование всем постановлением аллахи относительно того что можно делать седьмой день недели а чего нельзя скорее как это объясняется в стихе десятом соблюдение шаббата для божьего народа состоит в том чтобы отдыхать от своих дел как всевышний отдыхает от своих кроме того доверять всевышнему и быть верным ему 11 стих поэтому давайте скажем себе давайте давайте рэби давайте дети божьи давайте всеми силами стремиться тому чтобы войти в этот покой чтобы никто не оказался недостойным по причине подобного непослушания вот слово всевышнего живо и действенно оно острее обоюдоострого меча проникает внутрь отделяет душу от духа суставы от костей судит сокровенные мысли и намерение сердца никакое творение не может укрыться от всевышнего но все обнажено и открыто взору того кому мы дадим отчет посему имея великого когена гадоля перешедшего в высшие небеса ешуа божьего сына давайте твердо держаться признанной нами истины ибо нас не такой коген гадой который не способен сопереживать нам в наших слабостях поскольку как и мы он подвергался всевозможным искушениям с единственная разница он не решил поэтому давайте уверенно приближаться к престолу всевышнего откуда он дает свою благодать чтобы получить рахи милость и обрести благодать период нужды а период нужды настанет или уже настал или будет еще такой большой период нужды что нам понадобится много благодати много благодати много поэтому не ищите где вам консервы прятать и не думайте об этом не ужасайтесь не будьте как язычники боязливые и неверные но ищите всевышнего лично когда можно его найти приблизитесь к нему и он приблизится к вам просите у него премудрости просите у него веры простите у него понимания разумения духовно и он даст всякий просящий получает но просите во время не ждите не ждите когда будет поздно аллилуйя 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 Мы прочитаем сейчас из Сидора перед причастием. Мы прочитаем сейчас из Сидора перед причиной. Мы прочитаем сейчас из Сидора перед причиной. Буду Тебя превозносить, мой Бог, Царь, и благословлять Твое имя во веки веков. Каждый день будут Тебя благословлять и восхвалять Твое имя во веки веков. Гадоль Адонай Умеулаль Меот Великдулато Энхекер. Великий Господь и велика Его слава и величие Его непостижимо. Дор ледор ешабах маасеха угвуротеха ягиду. От поколения к поколению будет умножаться хвала Твоих деяний и будут возвещать о Твоем могуществе. Я расскажу о Твоем великолепии и славе Твоего величия, о Твоих чудесных деяниях. Они будут говорить о Твоей грозной мощи, а я поведаю о Твоем величии. Вспомнят о Твоей великой милости и воспоют Твою справедливость. Господь благосклонен и милосерден, весьма терпелив и велик в благодеяниях. Господь добр каждому, проявляя милосердие во всем Своем создании. Буду благодарить Тебя, Господь, все Твои создания и любящие Тебя будут Тебя благословлять. Они расскажут о славе Твоего царствования и поведают о Твоем могуществе. Чтобы стало известно людям о могуществе и славе Великолепия Твоего царствования. Твоего царствования навеки вечные и Твое владычество над всеми поколениями. Сомех Адонай лехоль анофелим везокеф лехоль акефуфим. Господь поддерживает всех падающих и распрямляет всех сагбенных. Глаза каждого устремлены к Тебе в надежде, и Ты всем даешь пищу вовремя. Раскрываешь свою ладонь и насыщаешь все живое с щедростью. Кричите, кто понимает, Аллилуйя, Амин. Господь справедлив во всем, что вершит, и милостив во всех своих деяниях. Господь благоволит каждому, кто взывает к Нему, ко всем, кто искренне Ему молится. Он исполнит желания тех, кто Его боится, услышит их мольбы. И спасет. Господь оберегает всех любящих Его, а всех злодеев уничтожит. Понимает, кричит Амин. Хвалу Господу произнесут мои уста, и все живое будет благословлять Его Святое Имя во веки веков. И мы будем благословлять Господа отныне и во все время. Восхвалите Ю-Хей-Вав-Хей. И мы помолимся вместе, молитвой согласия, о наших нуждах, наших я говорю, потому что мы тело. И мы скажем, Отец, ты видишь это тело онлайн, ты видишь этих людей онлайн, ты видишь сердца и помышления, ты знаешь каждого мысли, и его сердце открыто перед тобою. И мы сегодня услышали слово о молитве во время. И мы верим, что ныне, когда ты проговариваешь это слово, и есть то самое время попросить тебя о наших насущных нуждах и о наших вечных нуждах. Мы нуждаемся вечно в тебе, мы нуждаемся вечно в твоей любви, нуждаемся вечно в шоа спасении, мы нуждаемся вечно в смиренно мудрее, дабы не возгордиться, как Люцифер, и не пасть, даже находясь в твоем присутствии на небесах. Удали гордыню от нашего сердца, удали превозношение от нашего сердца, разрушь все эти твердыни сатаны, все эти строения, которые ты не строил, и искоренеть растения, которые ты не насаждал. Пусть всякое растение сатаны этого мира, засеянное через Вавилонское царствование, через всякие роды передач или проповедей, или слов, которые мы принимали, как бы Слово Божие, но оно не является Словом Божиим, и искорени всякое лживое учение из нашего сердца, и сделай сердце чистым для себя, почвой доброй, куда ты сеешь семя, и плодоносит оно в 30, 60 и 100 крат. Благословенно твое имя за каждую добрую почву, которая свободна от воронов, свободна от камней, свободна от племелов и бурянов, которая чисто и приготовлена для тебя, удобренная и плодоносящая. И да будет наша жизнь такой перед тобой на этой земле, о Всевышней. И мы молим о наших родных и близких, о наших домашних, соседях, знакомых, незнакомых, о наших городах, где мы живем, о наших странах, где мы находимся, и мы просим Шуа, яви Шуа, спасение свое, яви свою милость, Рахэм, и яви свою силу на нациях, народах, племенах, языках, на наших городах, да убоятся тебя, живущие на земле. Да говорят непрестанно, велик Адунай, велик и достохвален. А мы будем прославлять, мы будем величать, мы будем превозносить имя Твое 24 часа над сиюне, святой горе Твоей, веру Шалайме, святом городе Твоем. Веди нас к вершине, веди нас путем новым и живым, веди нас силой нечеловеческой, но подкреплением знамений и чудес, силой Всевышнего, силой Божьей. И да явится Твое Царство на планете Земля, как оно есть на небесах. Мы молимся во имя Отца, мы молимся во имя Сына, и мы молимся во имя Святого Духа, и все, кто слышат, верят и понимают, говорят Амин. И еще две вещи, которые мы просим. Первое, это открыть дорогу на Европу, открыть людей в Европе, ключевых людей, ешерунов, команды Ешуа Машеха на земле, которых нужно посетить, страны, которых нам нужно помолиться на месте и обойти эти города, потому, чтобы собрать жатву для Всевышнего Царства. И также мы молимся о дороге на Израиль, на Иерушалим, чтобы нам быть вместе на святой его горе в назначенный час, и не пропустить его пришествие. Благословляем вас думать об этом, мечтать, понимать и двигаться в этом направлении. И также молимся о всех, кто жертвует, о всех пожертвованиях. Деньги вам на небе не пригодятся, они могут работать только пока мы здесь на земле. Поэтому пусть пожертвования будут сильными в этом сезоне, и мы выполним Божью работу, которую Он предназначил для нас на этот период истории, исторического времени. Баруха Шем, Баруха Данай, я говорю на вас благословение священника Когена, по чину Аарона. Я благословит вас Господь и сохранит вас, да призрит на вас Всевышний светлым лицом своим и помилует вас, да обратит Адонай лицо свое на вас и даст вам мир. Шалом, шалом, шалом. Тогда призывают имя Мое, и я благословлю вас. И также мы благословляем вас причастием, причащением тела и крови. В ту ночь, которую Он был предан, первосвященник наш со Своей кровью вошел в Святое Святых, в самое небо, чтобы предстать за нас перед Всевышним и ходатайствовать за нас и за грехи наши постоянно. Его молитва не смолкает. Он наш ходатай и Он наш заступник. Если кто и замолвит словечко, то не Божья Матерь. Она там не имеет авторитета. Только Он. Поэтому стройте отношения с Всевышним через одного посредника. Еще Гамма-Чеха. Ни Магомед, ни Будда, никакие другие имена не котируются. И Матерь Божия, она всего лишь спасенная женщина. Святая женщина, она на небе, конечно, она в сонме святых, но она не является божеством. Не нужно сотворять себе кумиров и им поклоняться. Поэтому поклоняемся только Всевышнему через Ешуа Гамма-Шеха. И по заповеди мы делаем причастие, как написано. В ту ночь, в которой он был предан, он взял хлеб и, возблагодарив, преломил и подал им. И сказал, примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое. Делайте это в мое воспоминание. Также и чашу. И сказал, эта чаша, есть новый завет, в моей крови. Делайте это, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, вы возвещаете смерть Господнюю. Если хотите, вы этим служите для царства. Доколе он придет. Да испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего, пожалуйста. И пьет от чаши сей. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся. От кого? От Господа, не от дьявола. Не давайте дьяволу то, что делает Бог. Не давайте ему лавры победителя. Он проигравшая фигура, номинальная фигура для нас. Поэтому наказываемся от Всевышнего, чтобы не быть осужденными с миром. Во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Амин. И причастимся. Полина помолится. Как написано, пустите детей приходить ко мне. Привой Господь, спасибо, что нам дал такой хороший день. Спасибо, что нам дал прийти в школу. Что у нас есть эта школа. Что у нас есть знания. Что у нас есть учителя, знакомые, близкие. Что у нас есть одноклассники хорошие. И благослови наши школы, чтобы они нас оберегали от всяких неприятностей. Чтобы они нас учили. И Боже, благослови нас в школах, чтобы мы хорошо учили. Чтобы у нас не было препятствий. Чтобы у нас не было ничего запущенного. Пускай на нас придет мир погружен. Сохрани нас от лукавых и встающих людей. Тяки, Суру. Боже, спасибо, что он дает нам знания. Что мы вообще учимся. Что мы получаем каждый день все новое и новое. Что мы можем вообще говорить. Что у нас вообще все, что есть. И спасибо тебе, Боже, за наши родители. Которые ты нам дал. Что они нас провели в этот день в эту школу. Что они нас поддерживали. И сохраняя всех нас от лукавых и безградочных людей. И Боже, да, проведи нас на путь вечный. И дай нам, Боже, мудрость делать хорошие поступки. И поступать как дьявы. Поступать нормальные, священные люди. Которые понимают, что делают. Боже, безградочные, покушают страну, нашу и землю. Чтобы у нас все было прекрасно. И чтобы у нас все было прекрасно. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство. И сила, и слава навеки. Амин. И благодать Господа нашего, еще, Ага Мащеха. Любовь Бога Отца Юд. И общение Святого Духа Руах. Акудеш. Со всеми нами. Амин. И лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. И радость Господи, сила наша. И мы не умрем. Мы будем жить и возвещать о великих делах Божьих. Да и амин. Да и амин. И немножко о иврите. Моя племянница в группе написала, что она хочет учить ивриту. Это хорошее дело. И те, которые живут в Израиле, они думают, что они знают иврит. Ну, думают. Но тот иврит, который сегодня государственный язык Израиля, который учат пришельцы все, это искусственно созданный язык. А тот, который библейский, он утерян, утрачен. Поэтому мы будем читать на иврите. Мы будем стараться. Если даже вам кажется, что я неправильно читаю, произношу. Вы уже снизойдите. Снизойдите. Когда-то мне говорили, пастор, не пой. Вот ты хорошо проповедуешь, но ты плохо поешь. Я сказал, я буду петь, наоборот, еще больше, и вы увидите, что сделает Бог. Так и всем, кто меня укоряет в том, что я неправильно произношу иврит, я говорю, я буду произносить еще и еще иврит больше, и вы увидите, что сделает Бог. Все, до встречи, 16 часов каждый день в эфире, онлайн. С вами Ребби Юзик меня зовут, Всевышний так назвал, и Скини онлайн. Все, пишите ваши пожелания, пишите ваши нужды, все, что угодно. И ждем, ждем высвобождения фигур таких мощных в Европе, Ешуруны, Бога Всевышнего, и ждем открытую дорогу на Иерусалим, на Израиль. А до этого используйте возможности побывать у Стены Плача, взять силу. Там источник силы, я там был. Храм Небесный там, там проекция Храма Небесного. И поэтому, находясь в Иерусалиме, те, которые видят в духовном мире, они легко и свободно получают наделение силой. Всевышний мне проговорил в Иерусалиме, что я буду приводить сюда людей, чтобы наделять их силой. Наделять их силой, вот этой силой для новых побед, для нового уровня жизни. Сила, которая нам понадобится для встречи Ишуа Машеха. Все, с миром Божьим! Я не буду говорить, я вас люблю, я не знаю, люблю я вас или нет. Я буду говорить, Бог нас любит, это факт, это четко он доказал. Поэтому и мы будем любить друг друга. Все, с миром Божьим! Лайла, Ту! Шелом, шелом! Берехот! Берехот, берехот! Шелом! Лайла, Ту! Аллилуйя! Аллилуйя! Хорошо, хорошая музыка, оставьте! Ну и прекрасно, замечательно. Так, сейчас. Все, всем покеда, инстаграм. Вы для меня загадочные люди, но я вас, я вас наблюдаю. В ютубе тоже ваши комменты читаю. За все, благодарим за пожертвования, да, за все, за все. Конечно. Это поток, поток.